Всем привет, народ, у микрофона снова мистер Чейзер. Вы смотрите мой же Сплэй канал, и мы продолжаем проходить игру под названием Warhammer 40.000 Retribution. Ну, и перед тем, как топить на сирену, или же терену, как она в английской вроде как версии называется, мы, наверное, заскочим на наш экстерминированный Тифон Примарис, который просто-таки великолепные черные корабли из священной инквизиции проштудировали и просто уничтожили, да? Ну, по крайней мере, всю жизнь на нем уничтожили, да, этими, как они там называются, бомбами, не вортекс-бомбами, господи, я уже забыл, как эти бомбы называются в мире Warhammer, но неважно. В общем, у нас тут необязательное задание есть на горе Сикарис, тут еще Эльдары коверные, наверное, свою мерзкую паутину сныкались. Братья и сестры, человеческие корабли проделали большие разломы в этом мире. Некоторые достаточно глубоки, чтобы расколоц погребенный мир корабль. Мы... мы обнаружили круг бесконечности. Пламя прошло глубоко, и каждый мир купол, каждый... каждый камень души. Для нас здесь ничего нет. Всем собраться у перекрестка путей. Когда мы вернемся к перекрестку, то ворвем канал к миру кораблю и закуполим эту храмницу навеки. У нас есть редкая возможность застать Эльдаров врасплох. Кроме того, мы можем забрать у них что-нибудь ценное. Ну, раз мы играем за этих блудливых сорок, то в принципе, да, забрать что-то ценное. Это же галактические цыгане, по сути, у нас. Так, уничтожьте врата, уничтожьте перекресток путей. Дадут нам либо бич Некронов, лазерная пушка. Можно кому-то марсы... Ой, марсы, то есть таркусу можно дать. Но на самом деле, нафиг она надо. Можно девастаторам дать улучшенное прицеливание или штурмовикам дать громомолния. Ладно. Так, если уничтожить врага, или дар не смогут быстро отступить. Хорошо укреплено, воспользуйтесь бронебойным противотанковым оружием. Сейчас подумаю, чем мы воспользуемся на самом деле. Так, бронебойная, бронетанковая, бронебойная, бронетанковая. Ну, терминаторы штурмовые, в принципе, это, как сказать, постоянная наша, так сказать, ударная сила. Можно взять тактических десантников ради прикола, да. То есть таркусы, это, конечно, прикольно, но можно взять тактичек на самом деле. Тут у нас штурмовые десантники получат цепкость, бросок. Да, прикольная штука. Ну и Марселя давайте, потому что он и так вот у нас может почетного дредного-то вызывать. Ну, конечно, размер армии будет поменьше. Да и пофиг. Ладно, поехали. Развалим этих чертовых эльдаров. Вы, как вы смеете осквернять эту гробницу? Легко. Вы, ничтежные, бездушные дикари. Хорошо. Если вам так не терпится услышать наши крики, я разорву ваш мозг воплями баньши. Собратья, уничтожьте этих чудовищ. Пустите им кровь и забейте их. Не дайте им подойти к вратам и к перегрёстку. Да, конечно. Как скажешь, проклятый, коварный Ксенос. Эльдар, твоя смерть близка. Вот именно. У нас прям рыбатло какое-то. Эльдар, ты скоро умрёшь. Так, вперёд, братья. Уничтожим этих проклятых Ксеносов. Так, давайте маячок захватим. Так, у нас 8 минут есть на то, чтобы до них добраться. Да, значит, тут нужны мобильные войска. Давай возьмём тогда штурмовичков. И этого нам, думаю, достаточно будет. Так, ребята, телепортацию не будем пока делать, нет? А действительно, зачем она нам нужна? Так, ресурсы надо пособирать. Ресурсы, ресурсы, ребят. Братья, ресурсы. Хорошо, собираем ресурсы и идём дальше. Всё, поехали. Времени мало, у нас 7 минут уже осталось. Значит, заходить с какие-то закрома мы не будем. Заресами. Надо сразу сюда топить. Вперёд, братья! Уничтожим коварных Эльдар. Раз, прыжочек. Вы сразу второй умеете делать. Давайте сразу второй прыжочек. Отлично. Ой, как же хорошо. Так, вперёд, 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 братья. Пока дредноут не вызываем, но он нам сейчас особо не нужен. Так, давай, вперёд! Ах вы, чёртовы Эльдары. Блин, на самом деле тут надо всё чистить. Они нам не дадут житья. Так, что есть у тактичек? Есть огнемёты и плазменные витовки берём. Они получше. Так, хилимся, живём, братья. У нас есть немножко силы, чтобы справиться с прокатами Эльдарами. Телепорт туда оформляем. Так, захватывай. Диамет всё это делает. У нас лучший захватчик сегодня будешь. Диамет, АК, захватчик. Так, 6 минут, братья. Мало времени осталось у нас. Врата надо уничтожить. Они не смогут тогда ничего делать. Надо это уничтожить. Уничтожаем врата, идём дальше. Хорошо, первая врата. А, мы этими вратами, кстати, увеличим время. Отлично, тогда мы можем очень много чего сделать. Так, Марселий, тогда захватывай. Тогда у нас времени завались, получается. Если мы постоянно эту отсрочку будем делать. Так, всё, братья, проходим, пока Марселий захватываем. Проходим. Отлично. Вперёд, братья! Тут Сокол. А, нет, это Призма. Я думал, Гравитанк Сокол там. Так. Поехали. Диамет, давай, залетай. Крикнем немножечко. Подавлением отработаем. Можно и Древнего туда вызвать, Дредноута. Похилимся тут так. Этих штурмовиков уничтожать. Что-то очень быстро. Ну, в принципе, не мудрые, но это штурмовики же. Зато вот терминаторы разбираются с проблемами. Будь здоров. Так, захватываем Мояричок, пригодится нам. Хорошо. Давайте, уничтожайте этого Лорда. Давай. Так, давай ему не автоматическое управление, а ручное. Так, и вызовем, наверное, терминаторов. На Диамеда давайте поставим. Опа. Снайперская лентовочка. Так, ну, времени нам дают, в принципе, нормально. Пошли поэтому наверх. Выполним все дополнительные миссии. Так, вы берете, конечно же, циклон. Так, вперед, братья. Время играет против нас. Тактические десантники на себя такой урон принимают. Полетели. Давай, древний, вперед. Так, циклон. Работаем циклоном сюда. Тактические десантники. Давайте, вперед. Ох, какое же месиво происходит тут. Ё-моё. Стомп. Хорошо. Так, терминаторы. Ваша задача уничтожить эту срань. Вперед, вперед, братья. Так, минус ворота. Ой, 9 минут. Ё-моё. 9 долгих минут у нас еще есть. Какая прелесть. Так, хилимся, живем. Диамед, захвати это место. Ты не можешь пройти вообще, вижу. Слово совсем. Так, захват делаем. У нас тут цитадель, кстати, есть. Надо будет тоже забрать. Тогда не особо она и нужна на самом-то деле. Ну, окей. Так, все, вперед, братья. Еще ксеносы. Так, 70 очков надо. До хрена. Так, проклятие духа машины. Гранату, может, туда Марсель отклетала. Не надо, не надо. Так, пройдем. Сейчас тут стомп. Хорошо. Полетели. Так, терминаторы делают телепортацию. Замечательно. Так, диамед, захватываем базу. Хорошо. Да получается, прямо вообще этих врат можно себе очень много чего классно сделать. Так, а тут что-то тоже было. Или это просто на карте такой рельеф непонятный. Наверное, это рельеф такой. Так, ну что, времени у нас еще завалится, целых 8 минут. Сейчас еще отсрочку сделаем. При помощи вот этих вот врат. Будет вообще замечательно. Так, что можем заказать? 39 из 80. Дредноут здесь нам не пригодится. Надо еще, наверное, штурмовиков. Марселию можно здоровье дать. А диамеду больше урона. Все, поехали. Штурмайки с нами. Первый прыжочек. И второй прыжочек. Поехали. Вперед, братья. Стомп. Хорошо. Ой, как же терминаторы тут жарят все. Ё-моё. Так, обстрел туда. Вперед, братья. Уничтожим проклятых Ксеносов. Так, вот. То, что тут терминаторы попадают под удар, мне не нравится. Давайте телепортацию туда сделаем подальше. А, нет, нет. Он пошел к Марселию. Так, Марсели, братик, уходи отсюда. Сейчас с этим лордом разберемся. Так, давай, ближнем бою. Все, теперь уничтожаем врата. Делаем еще отсрочку по времени. Отлично. Да, 12 минут. Ё-моё, за это время можно, не знаю, до Терры долететь. При большом-то желании. Опа, там какой-то лут. Блин, нас со всех сторон валят. Терминаторы, туда. Давайте сюда из циклона постреляем. Марсели захватит точку. Захватывайте это место. Хорошо. Тактичка, давай. Ресурсов-то собираем. Не, миссия, на самом деле, довольно быстро и стремительно. Мне такие нравятся. Единственное, что не нравится, так это то, что у нас здесь лимит по времени есть. Ненавижу миссии с временем. С лимитом, точнее, времени. Так, 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 так. Марсели, Диамеду можно хп-шки больше дать. Пригодится, почему бы и нет. Все, вперед, братья. Полетели. Давай, Дредноут с этой хренью расправится. Так, терминаторы. Все вперед, 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 братья. Времени мало. Время против нас. Оттуда давай огонь устроим. Ох, капец тут у нас хорошие какие. Виды оружия падают. Так, это какие-то крутые чуваки. Да, лорд, это да. А ну-ка, стон. Хорошо. Все, древнее разберется. А у кого была мельтабомба? О, можем сделать проклятие машины. Класс. Странно, что оно работает, но прикольно. Так, ну тут справимся мы с этим делом. Отлично. Готово. Это ты безмозглый? Проклятый Ксенос. Ваши руки вы умрете. Или от их. Какие будут приказания? Нет, я хотел дредно починить. Блин, миссия слишком быстрая какая-то, вам не кажется? Победа, лишь прелюдия к следу. Победа, победа, вкуснее обеда. Ее. Блин, миссия какая-то слишком быстрая, блин. Я что-то не ожидал. Думаю, хотя бы минута 20 будет. Так, железный ореол. А что он дает? Снаряжение. Блин, по идее он должен давать броню. Какую-то. Так, Цирус у нас немножко качается. Марсель и Диаметно Максимум. Таркуса надо немножко раскачать. О-о-о. Завет штурмовиков. Вот плазменная винтовка офигенная для Таркуса выпала. Надо будет сейчас посмотреть, что у нас вообще в инвентаре валяется. Поглядим. Так, выберите одно из следующих вознаграждений. Бищник уронов говно. Гром и молния хорошая штука. То есть штурмовиков можно мельтабомбами строить. Это офигенная вещь. Потому что... А, подожди. Вооружить штурмовиков мельтабомбами. Эффективными против боевых машин. И шумовыми гранатами. То есть они и мельту, и шумовые гранаты получают. Это клево. Да, давайте возьмем. Классная штука на самом деле. Опа, цирус прокачался. Так, что мы тебе можем дать? У тебя сила открылась, да? Прирожденный разведчик. Давай. Маскировка не требует затрат энергии. Отличная тема. Так, что у нас насчет этого? Коварства, ночного лога. Да, у нас офигенная слайперская винтовочка. Эти можно попродавать на самом деле. Они бессмысленные, если честно. Типа, у нас офигенная слайперка 10-го левела. Звездная пушка, можно ее отдать. Вообще тяжелым вооружением, как вы помните, не пользуюсь. Это тоже давайте. Так, единственное, что вот тут Таркусу, говорят, плазминтовка классная подъехала. Да, хорошее. Светотатство Механикуса. При попадании нанести большой урон есть шанс. А, и вывести из строя технику можно, вау. Блин, ну хотя плазминтовка ворона тоже классная. Типа, у нее есть 21% шанс нанести плюс 94 единства урона. То есть у нее будет урона по 300 уже, а не по 255. Зато тут стабильный урон побольше. Вот это давайте. Подожди, что, 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 что? Приблизи восстановить здоровье. Тоже классная штука. Ну давайте продадим. Таркусу надо качнуться. Так, давайте, получается, вот так вот поменяем это дело. Броня. Хорошие виды броньки. Ну ладно, надо какие-то продавать. Они нам сильно не нужны. Так, переработать предмет, чтобы получить доступ к следующему улучшению штурмовых десантников. А, ну окей, вот у нас штурмовики, получается, сейчас будут уже и с сержантами. Да, то есть они будут сразу выходить с сержантами, да, получается? Или их можно будет заказывать? Подожди, я вот не помню. Их надо будет заказывать или они сразу будут выходить? Так, диаметр у нас, в принципе, хорошо экипирован. Марселий нормально. Нормально. Он бафает еще всех. Простите, кстати, здоровье. У союзников призвалось к уровню брони. Ну, процентов к уровню брони. Хорошо забафано. Блин, вот болты краки, она классная штука. Ну, это если мы болтером пользуемся. Я болтером не пользуюсь, поэтому, блин, переработать нельзя. Железный ореол. Его можно только диамеду взять. Силовое поле, которое использует энергию для поглощения урона. Классная штука, но, но, понимаете? У нас есть каменное сердце, которое офигенное. Оно плюс хп дает, плюс энергию. И хилка, без которой вообще невозможно жить. Поэтому я бы эту штуку продал. А, нельзя отказаться. Блин, жаль. От этого тоже. Очень и очень жаль, что нельзя отказаться. Я бы отказался от вот этой вот ракетницы тогда. Надо нам Таркуса прокачать. Вот со следующей миссией он будет прокачанный. В принципе. И мы дадим ему, получается, навык арьергард. Огонь становится подавляющим. То есть каждый огонь, да? Значительное количество здоровья. Здоровье за каждое убийство. Нам точно нужна была эта плазменная витовка. Все, мы, получается, экипированы так, как надо. Вот дополнительную экипировочку ему бы дать. Я, наверное, знаете что? Таркус, Таркус. А, у Таркуса и так мельтабомбы. Да, Таркусу это нормально. Надо какие-то вот дополнительные экипировки нам пооткрывать. Вот будет клево. Ладно, в принципе, на этом все, дамы и господа. Вот такое вот у нас быстрое, стремительное видео получилось. Ну, что поделать? Это такая вот миссия, да? На Тифон Примарис у нас была. Но зато мы выполнили и получили довольно классную прокачку для штурмовых десантников, да? То есть вот прям по максимуму их раскачали. То есть дали им мельтабомбу и штурмовые гранаты, чтобы выкуривать противников из зданий. И сержантов им открыли. В принципе, неплохо, я считаю. Ходка успешная. А в следующем видосе мы пойдем на основную сюжетную миссию. На Керене или же Сирене. И, по сути, у нас уже кампания подходит к концу. Потому что осталась буквально тут вот эта миссия и, наверное, еще одна или две. Ну, где-то около того. Так что на этом все. У микрофона был мистер Чейзер. Если тут впервые, обязательно подписывайтесь. Вжимайте царский колокол, который будет звенеть каждый раз, когда на канале будет выходить новое видео. Лайкайте, комментируйте и заходите в нашу группу во Вконтакте. По ссылочке в описании. Буду всем и каждому там рад. На этом все. Всем удачи. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok